На иторе эффективность способа латального соубийства! Продолжение следует... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торт? Мы вам кондиционеры поставляем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну да, уже 15 лет. Прекрасно. А что вы еще хотите? Мы хотим, чтобы вы изменили панель задней стенки. Зачем? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмирятся над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а силы ничтожны. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежное и гибкое. А когда оно сухое и жесткое, оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвертело, то не победит. Редактор субтитров А.Семкин «Можно я пройду несколько шагов?» Осторожней. Пробыщу. Ага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова «Можно я пройдусь» «Можно я пройдусь» Давайте песенку. Нашу с вами любимую. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 На корабле все в порядке, командир. Субтитры сделал DimaTorzok Ну ты расскажи, расскажи еще. Я все о тебе хочу знать. Какой ты? Веселый? Да нет, наверное. И не разговорчивый. Почему? Не знаю. Не о чем говорить. Ну, как это не о чем? Обо всем переговорим. Все в общем известно. Устаешь от слов. Ты добрый? Да нет, не сказал бы. А откуда у тебя эта астрономия? Это что, мечта с детства? Я хорошо учился. А хорошие ученики мечтают стать астрономами. Открывать звезды. Но все давно открыто. Неужели? Этого быть не может. И тем не менее. А чем же ты занимаешься? Живу. Работаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну вот у вас на земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Дикари! В Совет Униону, Кинзада quickly gained a cunt status, although it was not the most popular movie back in 1986, but it was released with English subtitles only almost 20 years later, just remaining visually unknown elsewhere. It is still surprising how Danelya, at that time already of very respect and popular director, who starred to make movie in 15, still managed to surpass all the censorship. The movie cast is very impressive and includes some of the best Soviet actors of all time, Evgeny Leonov and Yuri Yakovlev, both responsible for creating the most bright, popular characters of the Soviet Union cinema. Here, they act like two homeless tugs with noble manners following some absurd logic. Кинзада is a story about an engineer Uncle Vomva and a young violinist from Georgia who accidentally are transported from Moscow to a faraway planet Pluk. It is basically a huge desert with some kind of medieval society that lives by barbarian runes thought combining it with some pretty advanced technology. The world here is full of sand and rust. The movie was filmed in the rain desert, Karakum in Kazakhstan. All the machinery in the movie looks weird as hell too. The spaceship, the underground house, the guns seem to be combined elements of something else. And in fact, this is how they were built for the movie. Here, the colored your pants shows your position in the society. The movie is remarkable in developing its own mythology. The natives of Pluk have their own language, which elements are essential part of the story. Kinzada is a very minimal movie and mostly everything happens in the desert. The dialogues are sharp and funny. Probably you won't expect it from a Soviet Union science fiction, but it's actually a black absurdist comedy. Still, you can easily feel the beat of the movie Skyheart. Now, look at him. It's also green. And you have a green one. And now, look at OEF. What point is it? Orange. It's because he's Chitlanin. Well, do you understand? What? Maybe the movie's only drawback is the slow pace. So it's were divided into parts when shown in cinema. The director, in fact, wanted to shorten it, but it's were not allowed to do so because the state film studio would not fulfill their monthly plan for the amount of the video minutes produce. Sounds familiar to the one Kinzada is actually describing, right? So. This is not Earth. And not the native Africa. This is the planet Plyuk, 215 in Tenturi. The Galactic Kinzadza in the spiral. Is it clear? Good. Good. Bye, my love. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...